Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием The Evil Within 2. Да ты просто изгиваешься! Так, опять этот ворюга, давай беги! Беги, беги! Беги, 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 беги! Ну быстрее! Давай, 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 давай! Ой-ёй-ёй, какая жесть! Ты чё делаешь-то? Вообще, чё творишь-то? Хоть пистолет бы дали! Такая мышка висит! Сразу обратил на неё внимание! Ах, ладно! Что за хрень тут творится? Ребята, обязательно ставьте лайки и в комментариях напишите, как меня нормально ли слышно, вот, или очень громко, или очень тихо, и как слышно игру. Пожалуйста, будьте добры, напишите в комментариях, и также в комментариях напишите, как вам понравился или не понравился прошлый выпуск по данной игрушке. Когда уровень вашего здоровья падает до критического, шкала здоровья становится красным, в этом случае здоровье автоматически немного восстановится до определенного значения. Выстаровление пойдёт быстрее, если вы будете неподвижны, поэтому постарайтесь найти укрытие, где можно спрятаться и выстаровить здоровье. Окей, спасибо за подсказку. Так, нож получен. Ага. Ага. Так. Ладно, окей. Куда меня занесло? О, лечилка. Отлично. Да мне вот тоже интересно, куда его занесло. Главное, что фонарик при нём. Это просто замечательно. Дневник в заброшенном доме. Почерк в дневнике аккуратный и чёткий. Последняя запись. Мне только что позвонили. Теперь я знаю причину всего того дерьма, что творится здесь в последние дни. Это худший из возможных сценариев. Но, по крайней мере, мне больше не надо притворяться. Те существа, это обратившиеся. Их уже поздно спасать. Пора заняться тем, чему меня учили. Так. Документ добавлен. Ну, всё, это по порядке дела. Ну, на выход. О! Отлично. Вот бы ты мне раньше попался. Да, это точно. Вот это ты всё чётко сказал. Может, это нужное место? Это фотография. Я думал, она сгорела при пожаре. Помню, как мы сделали этот снимок. От Лили пахло сахарной ватой. Мира была ещё красивее, чем обычно. Во что же я впутался? Кидман. Себастьян. Где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена, не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мёртв. Вокруг бродит убийца. И всё это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да. Конечно. Так, что это за цветок такой? Растения с лечебными свойствами. Этот компонент используется для создания полезных предметов. О! Привет, серия Resident Evil. Интересно, травы можно смешивать для того, чтобы получить какую-то определённую траву? Очень хороший вопрос. Очень меня интересующий. Стоп. Пистолет. Экипирован? Да. Всё отлично. Экипирован пистолет. Экипирован пистолет. Бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Слишком тихий. Да уж, вот тут чёткое замечание. Привет. Эй! Неужели не слышала? Надо проверить. Здрасте. О, же да, Квость. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Я сказала, ешь! Вот так. Вот так. Что за... Что за... уется... ... ... ... В miracles. В miracles. Один. А-а-а! 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 господи так 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 все ну и гадина знаете чем то мне все вот это по палитре напоминает самое начало resident evil 7 вот так у нее там гель есть сколько там с нее геля соберешь 900 нет 200 кидман да узнал все это и правда очень похоже на маяк здесь люди превращаются в монстров я не знаю но это значит что лили могла не просто потеряться брось кидман я справлюсь я найду ее так чё в этой комнате из которой пришла ну похоже на кормила до отвала до говном каким-то же есть вот это было просто очень очень неприятная стремная сцена кстати кстати я немножко удивлен что в озвучке присутствует ненормативная лексика но для атмосферы это это правильно для атмосфер я считаю так ладно получается весь первый этаж я обошел да на улице могу выйти да я могу выйти на улицу но делать этого я конечно же не буду потому что здесь еще второй этаж не осмотрен я не знаю много влияя добьюсь изучив второй этаж взобраться что подожди куда взобраться куда-то взобраться ладно порох взрывная смесь из селитры серые угля которые используются в патронах прошло 12 веков а он все также эффективен этот компонент используется для создания полезных предметов отлично ну наверно для того чтобы можно было патроны сделать только я не совсем понимаю каким именно образом эти самые патроны делать а перелезть может через перила да да через перила багажник можно осмотреть нет фонарик пока можно погасить но смысл какой оставлять его включенным так плюс три патрона плюс шесть не понял чуть не разбивается хотя эти очки нельзя разбить а почему что-то странно как то вообще ладно ну боеприпасы есть как бы и это просто замечательно ну а машину забраться это если допустим толпа вот этих вот монстров будет рядом да чтобы можно было от них обороняться не знаю правда насколько это эффективная затея добро пожаловать в юнион начало у игры надо отметить весьма не торопливое это еще что и это игре только на пользу потому что не торопливость это круто конечно не всегда но в некоторых случаях не взберутся а у него и у него у него а и а и И эти из Мебиуса, кто-то из них уцелел, плохо, эти твари буквально повсюду, надо вдох вытрясти из парней информацию, опа. Где шприц? Беги. Че-то я свои возможности переоценил. А че они ушли-то, не понял? Подожди, стоп. О. Переоценил я свои возможности очень сильно. Ладно, надо как-то разобраться с этими тварями. Причем, конечно, желательно бы скрытно. Поскольку патроны просраны. Давай теперь... Опа. Нет, туда уж не подходить. Давай, обходи, обходи аккуратненько. Очень медленно передвигается на картах, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее. Но тут уж что есть, то есть. Гель обязательно надо собирать, потому что гель пригодится для прокачки. Гель очень сильно поможет. Вот к этим двум, конечно, че-то ссуваться как-то совсем не хочется. Потому что вот я... Вот-вот-вот-вот чувствую, что... Не круто. Одного он вынесет, а другой... А-а-а... Будет нападать. В общем, как-то вот так вот жестко получится совсем. А вот с этим как раз разобраться можно. Потому что он здесь один. Так, еще есть порох. Может быть попробовать с ним что-нибудь сделать. Так, бутылки... Ну, это для отвлечения. Нет. Нет, бутылка мне сейчас как раз таки не нужна совсем. Можно справиться и без нее. Еще порох. Как этот порох использовать? Бутылка нет. Бутылка это не вариант. Порох. Порох, порох, порох. Быстрый доступ давайте сделаю. Чтобы все было, так сказать, под рукой. Бутылки я эти собирать не хочу совсем. Сейчас главное не торопиться. Все делать потихоньку. Потому что... Опасно достаточно. И... Очень велика вероятность сагрить всех этих тварей. Которые остались. Вот с этим-то разобраться вообще легко. Потому что он опять-таки один. Заперто. Ну ничего, сейчас выломаем. Да, с патронами. Конечно, зашквар полный. Патроны дико нужны. Патрон дико не хватает. Просто капец как не хватает. Во, может быть здесь патрон? Нет. Здесь порох. Ладно. Хорошо. Так, главное, чтобы здесь никаких противников не было. Потому что противопоставить им нечего. Порох есть, да, но не более того. Не подходи ближе. Ладно. Успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мебиуса. Хоть ты не из этих тварей, но... Это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мебиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня, его работа. А моя работа, починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же. Мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастеланас. Я Унил. Лиам Унил. Значит, ты не из Мебиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Ну, желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет. Пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми. Мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать. Ясно? Ну, я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот. Послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать. Нет, нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мебиус, ты должен это знать. В группе у вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Но, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости. Один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. Я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы. Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живые помогут. Я подумаю. Да ладно, я здесь один. И мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно. Но Мёбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя. Но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Так. Собственно, давай-ка, надо сохраниться. Новая ячейка. Замечательно. Поехали дальше. Здесь что это? Детали оружия. Различные полезные компоненты, которые используются на верстаках для улучшения оружия. Хорошо, бери. Так, это сам верстак, да? Я так понял. Кофемашин. Выпив кофе из кофемашин, вы полностью восстановите здоровье. Кофемашин автоматически начнет готовить следующую порцию, но это займет некоторое время. Так. Интересная фишка. На самом деле. Даже очень, я бы сказал, интересная. Сразу становится легче. Так. Ящики с припасами. В каждом убежище есть ящик с припасами, которые со временем пополняются. Если у вас мало припасов, заглядите в такой ящик. Так, 10 патрон. А еще патрона. Лечилка. А на верстаках можно создавать из компонентов снаряжение и предметы. Или улучшать оружие с помощью деталей. Так. Ну, патроны пистолетные я пока делать не буду. Шприцы тоже. Улучшение. Так. Время перезарядки. Скорострельность. Емкость. Емкость. Сколько нужно? 20 нужно. А для огневой мощи 90. Давайте емкость пока что. Да. В самый раз. Потому что... Выберите значок кустарное изготовление в меню инвентаря, чтобы изготавливать предметы без верстака. Кустарное изготовление предметов требует больше ресурсов, чем работа на верстаке. И к тому же вы не можете улучшать оружие. Кустарное изготовление предметов нельзя привязать к клавиши быстрого доступа к предмету. Так. Ну, в принципе, более-менее здесь осмотрелся. А пришел откуда? Я уж не помню. Отсюда? Нет, не отсюда. Окей, понятно. Знакомая тема. Что это было? Так, выход на улицу нет. Подожди, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вернись назад. Ох, я рад, что музыка осталась вот эта. Так. Так. Продолжение следует... Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока!